всем привет добро пожаловать мою оранжерею сегодня моё видео будет о орхидеи но я конечно затрону уход как я буду за ними ухаживать и как я за ними ухаживаю но сегодня не об этом просто хочется орхидеи посадить какое-то интересное кашпо вот такое кашпо я сделала то есть я взяла вот такое вот кашпо это вот купленное в магазине это крепление я сама сплела вот так получилось мне кажется будет очень красиво смотреться у меня есть на канале видео и в принципе у меня вот это кашпо покупное у меня в нем росли орхидеи но здесь была кокосовая такая основа такая очень толстая и вот минус то был я в принципе уже разобралась и поняла в чем была проблема сейчас я все это исправлю я этот кокос разобрала убрала ровно половину и вот он такой вот смотрите будет полупрозрачный чтобы проходил свет но я же не могу кору вот в эту кашпо положить там уже все высыпется мне все равно нужно сделать какое-то гнездо но вот здесь я буду еще убирать этот кокос потому что здесь еще он лишний даже оставлю только совсем чуть-чуть чтобы не высыпалась кора и тогда будет вообще просто классно и вот так вот я потоньше его сделаем и корни будут дышать то есть к ним будет поступать воздух и вот такое полупрозрачная получилось тут просто паутинка для того чтобы кора не высыпалась думаю так орхидеям будет хорошо к ним будет поступать свет здесь не темно и сейчас я по этому кокосовому волокну еще разложу ног спадную немножко так как у меня уже в коре он тоже присутствует он влагу будет держать и как дополнительное крепление для коры сейчас я немножко совсем насыплю сюда коры здесь у меня кора и уголь древесный так много не буду достаточно и сейчас сюда буду крепить орхидеи сейчас я покажу как это все получится ну вот так вот получится думаю это будет классно и тем более знаете сразу и три горшочка как бы места много занимает а здесь в общем то получается три орхидейки в одном кашпо очень будет хорошо смотреться просто конечно хочется уйти от этих горшков а что-то более интересное тем более если позволяет можно их подвесить почему бы их и не подвесить да они в интерьере например даже будут красивее смотреться нежели будут стоять просто в горшках ну корни здесь вообще прям знаете прилипли я их кое-как вытащила из горшка я хочу просто убрать эту всю кору старую потому что новую кору сделала я просто их недавно отпаивала поэтому такая влажность еще присутствует орхидеи конечно мне нравится очень красивое растение и тем более из них можно делать различные композиции вот одну орхидейку я почистила так я просто поставлю сейчас я все почищу и потом здесь придется немного закрепить их . . они у меня конечно вообще с весны и все лето и вот орхидейка еще до сих пор держит цвета ну вот две теперь и третью сейчас истану и 2 Ну вот я их оставила в кашпо и теперь я их корой присыплю. И поливать тоже в этом кашпо, в принципе, удобно. Погрузить его в тазик и все. И потом дать ему стечь водички. И замечательно. В принципе, очень удобно. И корни все равно здесь будут лучше дышать, чем вот в тех горшочках. Хоть там и есть отверстие дренажное, но все равно. Ну вот так получилось. Так-то смотрится, конечно, вообще классно. Видите? Ну, сейчас лишнее это все высыпется. Сейчас я немножко из пульверизатора смочу. Корую эту, потому что она сухая совсем. И все. И повешаю на место. И покажу вам, где они у меня будут расти. Ну, я их совсем немножко вот так смочу. Корую. Ну вот, повешиваю их на свое место. Под мою лампу. Им здесь будет очень хорошо. У нас сегодня на улице пасмурно. И еще утро. Но, как видите, здесь светло очень хорошо. Благодаря вот этой фитолампе, которую мне дали на тестирование, я уже говорила. И у меня на канале есть видео. Если кому-то интересно, можете зайти и посмотреть. Лампа Mars Hydra. Ссылка будет под видео в описании. И говорила вам, что расскажу, как я за ними ухаживаю. В принципе, орхидея – это вообще неприхотливое растение. Главное, нужно вовремя ее полить. А поливать ее нужно. Раз в неделю я делаю это. Я ее просто опаиваю. Наливаю либо в тазик воды, или в предыдущих кашпо было двойное. То есть я туда наливаю с удобрением для орхидей. И опаиваю их минут 20-25. И этого на неделю достаточно. И так время от времени у меня бывает из мелкого поляризатора. Я немного опрыскиваю, если жарко долго. Но я считаю, что очень красиво и стильно получилось. Увидимся в следующем видео. Субтитры подогнал «Симон»!